Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 ноября. Страдания святой мученицы Кикилии, и снею святых мучеников Валериана, Севуртия и Максима. Святая Дева Кикилия, имя Кикилия, есть переделка римского имени Сицилия, которая означает «слепая». Родилась в Риме от почтенных и богатых родителей. Услышав евангельскую проповедь, она уверовала во Христа и, возгоревшись сердечную к нему любовью, положила в уме не выходить замуж и соблюсти чистым девство свое ради непорочного жениха, Христа, Бога. Но родители ее против ее воли обручили ее с одним благородным юным язычником по имени Валерианом и стали заставлять ее ходить в драгоценных одеждах и золотых украшениях. Но она носила под драгоценные одежды на теле, жестокую власеницу, а в сердце Христа и постоянно горячо молилась Ему, чтобы Он сам, как благоугодно будет Ему, сохранил ее чистую, непорочную и свободную от брачного союза. Когда же наступил день свадьбы и началось свадебное веселье, она, вздыхая из глубины своего сокрушенного сердца, тайно вздывала к Господу, «Будь сердцем и непорочным в оправданиях Твоей, Господи, чтобы я не постыдилась». И усердно со слезами молила его послать для охранения ее девства, своего ангела. При наступлении ночи новобрачные были введены в брачную комнату, и Кикилия сказала своему жениху, «Я хочу, любезный юноша, объявить Тебе некую тайну. У меня есть невидимый Тобой охранитель моего девства, ангел». «Ангел Божий, и если ты коснешься меня, то он тотчас убьет тебя, ибо он стоит здесь, готовый защитить меня от всякого насилия». Услышав это, Валериан почувствовал страх, так как при Кикилии действительно невидимо был ангел, посланный с неба охранять невесту Христову от союза с языческим юношей. Он начал умолять Кикилию, показать ему ангела. Девица отвечала, «Ты человек, не знающий истинного Бога, и потому не можешь и видеть ангела Божия, пока не очистишься от нечистоты твоего язычества». «Но как же», — спросил Валериан, — «могу я очиститься?» «Есть один старец», — отвечала она, — «по имени Урван, епископ христианский. Он может очищать язычников крещением и делать их способными видеть ангелов». «Если хочешь очиститься и увидеть ангела Божия, то иди к нему и расскажи ему все, что ты от меня здесь слышал. И когда он очистит тебя, тогда возвращайся сюда, и ты увидишь ангела и получишь от него, чего пожелаешь». «Но где же мне искать этого старца?» — спросил Валериан. Ступая, — отвечала Кикилия, — «по от пьевой дороги, и когда встретишь по пути нищих, скажи им, «Кикилия, желая передать через меня одну тайну старцу Урвану, послала меня к вам, чтобы вы отвели меня к нему». Валериан пошел и на аппиевой дороге, согласно со словами своей обрученницы, встретил нищих, которым святая Кикилия была хорошо знакома. Так как часто раздавала им милостыню, они привели его к епископу Урвану, скрывавшемуся от гонителей по пещерам и разоренным бедным храмам. Когда Валериан передал ему слова святой Кикилии, епископ весьма обрадовался и, преклонив колено, и, воздев руки к небу, со слезами произнес, «Вот какова раба твоя, Господи Иисусе, подобно пчеле, приносящая мед в церковь. Юношу, которого она приняла подобную нольву, она прислала ко мне, как покорного ягненка, так как если бы он не верил ее словам, то и не пришел бы ко мне. И так отверзли, Господи, сердце его к познанию истины до конца. Да познает он тебя, истинного Бога, и да отречется от сатаны и дел его». Когда он молился, так внезапно явился старец, почтенный видом, одетый в белой, как снег одежды, и державший в руке книгу. Ставший перед Валерианом, он открыл книгу для чтения. Валериан, устрашенный этим видением, пал на землю. Но явившийся старец поднял его и сказал, «Читай, сын мой, то, что написано в этой книге, и ты исподобишься быть очищенным, и увидишь ангела, которого обещала показать тебе твоя обрученница». Валериан посмотрел в книгу и прочел следующее, написанное золотом, слова «Един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Аминь». Когда Валериан прочел эти слова, явившийся старец спросил его, «Веруешь ли тяда, что это истина, или все еще сомневаешься?» Валериан громко ответил, «Поистине, под небесами нет ничего более достоверного, чем эти слова». И тот час, явившийся, стал невидим, а епископ Урван, начав с прочтенных Валерианом слов, достаточно научил Валериана и окрестил его, отосал к его святой обрученнице. Валериан, возвратившись к себе, нашел святую Китилию в ее покое на молитве, а при ней увидел стоящего Ангела Божия, сиявшего великим светом и красотою. В руках Ангел держал два венка, сплетенные из красных роз и белых лилий, испускавшие необычайное благоухание. Один венок он надел на голову девицы, а другой на голову Валериана, говоря, «Сохраните эти венки, оставаясь оба чистыми сердцем и непорочными телом. Я принес их вам из рая, и они имеют такое чудесное свойство, что никогда не увянут и не потеряют своего благоухания. И никто, кроме любящих подобно вам чистоту, не может увидеть их. Ты, Валериан, согласился с решением твоей обрученнице сохранить чистоту. За сие Бог послал меня к тебе, чтобы ты получил все, чего у него не просишь. «У меня нет никого в этом мире дороже брата моего, Кивуртия», отвечал поклонившись ангелу Валериан. «Поэтому молю Господа, чтобы он избавил брата моего от погибели и власти дьявола, как избавил меня, обратил его к себе и дал обоим нам быть совершенными в деле исповедания его святого имени». Ангел с радостным лицом сказал ему, «Угодно Богу прошение твое». «И он исполнит твое сердечное желание. Он спасет брата твоего, Кивуртия, через тебя, как спас тебя через девизу. И вы оба вместе пойдете на подвиг мученический». Сказав это, ангел стал невидим. А валериан со святой Экикилией радовались во Христе и проводили время в душеполезных беседах. Однажды приходит к ним Кивуртия и говорит, «Удивляюсь, я слышал здесь благухания роз и лилии. Но откуда же это благухание, которое мне так усладился, что чувствовал всего себя как бы обновленным?» «Ты действительно наслаждался благуханием, любезный брат», — отвечал Кивуртия Валериан. «Ибо я молила тебе Бога, чтобы и ты исподобился неувидаемого венца и возлюбил того, чья кровь подобна цвету роз, а плоть — белым лилием». «Во сне я слышу это, или ты говоришь правду?» — восприкнул Кивуртия. «До сих пор мы жили действительно как во сне», — отвечал Валериан. «Мы поклонялись ложным богам и нечистым бесам, а теперь живем в истине и благодати Божией». «Кто научил тебя этому?» — спросил Кивуртия. «Меня научил ангел Божий», — отвечал Валериан. «И ты также будешь в состоянии видеть его, если очистишься от идольского сквернения». Кивуртия пожелал увидеть ангела, но Валериан сказал, что необходимо сначала уверовать во единого истинного Бога и принять святое крещение, а потом уже возможно будет и ожидать явления ангела. А святая Кикилия взяла на себя обучение Кивуртии истинам Христовой веры и доказывала ему, с одной стороны, ложность языческих богов и бессилие недошевленных идолов, а с другой силой всемогущества истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа. Небогомудрые беседы святой девицы возымели такую силу над Кивуртием, что он совершенно оставил язычество и однажды сказал Кикилии, «Я верую, что нет иного Бога, кроме христианского, и отныне хочу служить Ему единому». Слыша это, Кикилия рада была несказанной, еще усерднее стала получать Кивуртия, повествуя ему воплощение Сына Божия о его чудесах, вольных страданиях и смерти, которые он понес из любви к человеческому роду. А Кивуртий со своей стороны все более умилялся сердцем и разгорался любовью к Господу. Видя теплоту его веры, девица сказала ему, «Если ты веруешь в Господа нашего Иисуса Христа, то ступай вместе с братом своим к нашему христианскому епископу и примей от него святое крещение. Тогда, очищенный от грехов, ты будешь достойно зреть ангела». Кивуртий в дыну на брата спросил его, «Кому ты хочешь меня вести?» «Мы пойдем к человеку Божию Урвану», отвечал Валериан. «Он не пископ христианский, человек старый и мудрый и праведный, лицо у него, как у ангела, и все слова его истинны». «Не о том ли Урване говоришь, ты продолжал Кивуртий, относительно которого я слышал, что он два раза был осуждаем на смерть и теперь где-то скрывается, спасаясь от смерти. Но ведь если мы пойдем к нему, если ищущие его смерти застанут нас у него, то непременно убьют и нас». На этот вопрос Кивуртий отвечала святая Китилия. Она начала говорить ему о вечной, никогда уже ничем не возмущаемой жизни на небесах и воздаянии святым мученикам, понесшим смерть за Христа. Тогда Кивуртий, возгоревший желанием пострадать за веру, сказал, «Пусть люди, лишенные ума, любят эту кратковременную жизнь, а я желаю жизни вечной. Веди же меня, брат Кивуртий, и пусть он очистит меня и сделает причастником жизни вечной». Валериан повел брата к епископу Урвану, которому и рассказал все. Обрадованный обращением Кивуртий, Урван принял его с любовью, окрестил, и до семи дней оставил его у себя, пока не научил его вполне всем тайнам святой веры. После крещения Кивуртий сподобился такой благодати, что видел святых ангелов и беседовал с ними, и получал от Бога все, о чем не просил. Много чудес творил он вместе с братом, исцеляя больных. Имение же свое. Они раздавали неимущим христианам, сиротам и вдовам, выкупая из темниц лузников и с честью погребали тела святых мучеников за Христа, которые в то время были убиваемы во множестве. Начальник города по имени Алмах, по приказу императора, беспощадно проливавший кровь христиан, предавая их мучениям и смерти, узнавши обо всем этом от своих доносчиков, велел немедленно схватить и привести Кивуртия и Валериана к себе. — Зачем вы бесчестите свой высокий род? — спросил он их. — И погребаете тех, которые были убиты по императорскому повелению, за многие преступления? И раздаете имение свое людям, от которых все отвернулись? Уже ли и вы держитесь одинаково с ними заблуждений и хотите быть тем же, что и они? — О, если бы, — отвечал Кивуртий, как старший, — Бог сподобил нас быть причтенными к числу рабов его, которые отвергли то, что, кажется, существует и чего на самом деле нет. И взамен нашли то, чего, по-видимому, нет и что в действительности существует. — Что это такое? — спросил его начальник. — Что, по-твоему, кажется существующим, а на самом деле не существует? — Я не понимаю, что ты говоришь. И Вуртий растолковал ему, что все, что имеет в себе и показывает и обещает дать людям этот временный мир, который только представляется чем-то существенным, а на самом деле ничто, ибо гибнет в короткое время, в будущей же жизни, по мнению людей, привязанных к миру, не будет вовсе, так как они ее не видят. А между тем она есть и без всяких перемен будет вовеки. И в ней людям праведным и верующим будет щедрая награда, а злым и неверным — огонь и вечное мучение. Начальник вступил с ними в продолжительную беседу и высушил от них благодатные учения о святой вере и отречения от мира, но не согласился с этим учением и велел им принести жертву языческим богам. Когда же они отказались повиноваться его приказанию, он велел жестоко бить валериана палками, но святой во время истязания радовался, говоря, «Вот настало время, которого я желал всем сердцем, вот мой праздник, вот день веселья для меня!» В это время глашатый кричал, «Не унижай богов и богинь!» Но и валериан громко взывал к окружающим, «Мужи, граждане римские, пусть мои муки не отвращают вас от истины! Будьте мужественны и разбейте деревянных и каменных богов, ибо все поклоняющиеся им будут опаляемы вечным огнем!» Между тем к начальнику города подошел один вельможа по имени Тарквини и тихо сказал ему, «Если ты не предашь этих христиан смерти как можно скорее, то все имение их будет роздано их единоверцами нищим, а тебе не останется ничего!» Выслушав Тарквини, начальник города приказал везти мучеников на место, называвшееся Паг, мимо капища Юпитера, где они должны были принести ему жертву под угрозой случай нежелания смерти от меча. При этом вместе с палачами и воинами он отправил в свое постельничество по имени Максима, для того чтобы усекновение мучеников совершено было под его присмотром. Но во время пути Максим, глядя на святых страстотерпцев, прослезился и воскликнул, «О, драгоценный свет юности! О, союз братской любви! О, прекрасная двоица благородных и досточтимых юношей! Почему вы так спешите на смерть, как будто на великий пир?» Если бы мы, отвечал ему святой Кивурки, не знали, наверное, о жизни вечной, который ожидает нас после этой смерти, то не радовались бы так, лишаясь жизни временной. «Какова же жизнь будущая после земной?» — спросил Максим. Кивурки отвечал, «Как плоть наша облекается в одежде, так душа покрывается телом, а по смерти плоть обратится в прах, хотя и оживет, подобно птице Фениксу, когда придет время, а душа, если окажется святой и праведной, тот сейчас будет отнесен ангелами в райские чертоги, и там, пребывая в радости, будет ожидать всеобщего воскресения». Пояснение. Феникс — это баснословная птица древности. По верованиям древних народов, египтян, птица — это одна во всем мире. Через каждые пятьсот лет сама себя сожигала и вновь возрождалась из пепла. О ней упоминают и некоторые христианские писатели, например, святой Климент Римхи, Кирилл Иерусалимский и другие, которые в языческом сказании они видели доказательства того, что у язычников была вера в возможность воскресения тела. На древних христианских памятниках можно было встретить изображение Феникса, как образ бессмертия. И я также сказал тогда Максим, приведенный в умиление словами Тибуртия, «Отрекся бы от этой временной жизни, если бы, наверное, узнал, что я удостоюсь той жизни, о которой ты говоришь. Если ты хочешь удостовериться в вечной жизни», — обратился к нему Валериан, «то дай нам обещание, что ты искренне покаешься и, отрекшись от язычества, обратишься к Богу, которого мы проповедуем. А мы обещаем тебе, что как только мы будем усечены и души наши разлучатся с телом, точно же Бог откроет очи твои, и ты увидишь даруемую нам славу вечной жизни». Максим дал клятвенное обещание. «Пусть я сгорю в огне», — сказал он, — «если с того же времени не уверую в единого Бога, подающего вечную жизнь после этой временной. Только бы вы исполнили свое обещание». «Так вели же своим слугам», — сказали святые, — «чтобы они не препятствовали нам зайти на короткое время в твой дом, а мы постараемся призвать к тебе такого человека, который просветит твою душу, так что ты будешь в состоянии ясно увидеть обещанное нами». Максим с радостью ввел их в свой дом, так как никто из сопровождавшихся не смел ему ни в чем прикословить. Здесь святые начали спасительную проповедь и учили вере в Господа нашего Иисуса Христа. Все бывшие в доме внимательно слушали их до самой ночи и уверовали. Максим со всем своим домом у многих стражей. Ночью пришла к ним святая Китилия вместе с клириками, и все уверовавшие были крещены. Ночь они провели в молитве и беседе о вечной жизни. А когда начало святать, святая Дева сказала страстотерпцам Христовым, «Будьте мужественны и неустрашимы, воины Христовы! Вот уходит, начинает май, начинает сиять свет. Облетитесь и вы в оружие света, и выходите совершать свой подвиг. Вы подвязались добрым подвигом, соблюли веру. Идите же принять венец правды, который воздаст вам Господь». И святые поспешно пошли к названному месту. Когда они проходили мимо храма Юпитера, жрецы его стали принуждать их воскурить семьям на жертвенники Бога. Так как без этого никто не смел проходить мимо этого храма, всех входивших в город и выходивших из него жрецы останавливали и заставляли принести означенную жертву Юпитеру. Но святые не только не послушались жрецов, но еще и посмеялись над их безумием, и зато были немедленно усечены мечом. Как только совершилась казнь, Максим под клятвою засвидетелся перед всеми, что он видит ангелов Божиих, сияющих, как солнце, которое выявит, что души святых из теле, как какие-либо прекрасные девицы счастогов, возносят их в высокой славе к небесам. Вследствие этого многие из язычников уверовали во Христа. Начальник же города, узнав, что Максим принял христианскую веру, приказал бить его без милосердия лозами, под которыми Максим и предал душу свою Господу. А тело его взяла святая Кикили и погребла вместе с телами мучеников, Тибуртия и Валериана. На гробе святого Максима она, желая обозначить, что он уверовал в будущее воскресение мертвых, как в нечто подобное возникновение Сеникса из пепла, приказала изобразить эту птицу. Придав смерть Тибуртия и Валериана, начальник города думал воспользоваться их имуществом, но такового не оказалось, так как святая Кикили успела уже все раздать нищим, почему и была схвачена по приказанию городоначальника и его служителями. Когда последние пришли к святой, она сказала им, «Послушайте меня, мои сограждане и братья, хотя вы и слуги городоначальника, но думается мне, что в душе не хвалите вы его неверие. Я желаю пострадать и умереть за Христа моего, так как не дорожу нисколько краткой земной жизнью и ищу жизни вечной. Чтобы скорее мне перейти к ней, возьмите меня, мучьте, не щадя моей юности, и предайте смерти». Слушавшие ее весьма сожалели о том, что такая прекрасная, благородная и мудрая девица желает себе смерти. И упрашивали ее не губить добровольно своей красоты. Но она сказала им, «Я не гублю своей цветущей юности, а только меняю ее на лучшее, отдаю грязь за золото, глину за драгоценное каменье, земную и телесную темницу за светло-сияющие небесные чертоги. Разве плоха такая мена? Желаю такой же и вам». Долго еще она говорила им о награде, ожидающей праведников, так что все слушатели ее были растроганы, а им как мужчин, так и женщин, их собравшихся в ее доме, было великое множество. Наконец, святая громким голосом спросила их, «Веруете ли, что все, что я говорю, истинно?» И все, как один человек, ответили, «Да, веруем и исповедуем, что Христос, которого ты проповедуешь, есть истинный Бог, а ты истинная раба Его». Обрадованная до глубины души этим ответом, святая дева сейчас же послала за епископом Урваном, и он, прибывший в ее дом, крестил до четырехсот душ мужчин и женщин, уверовавших во Христа, и дом Кикилии садился церковью Божией. Затем градоначальник Алмах велел представить праведную рабу Христову на суд, и, допросив ее о ее вере, услышал от нее дерзновенное исповедание имени Христова. «Откуда у тебя такая смелость?» спросил он ее с гнилом. «От доброй совести», — отвечала святая, «и от непоколебимой веры». «Разве ты не знаешь, несчастная», — возразил Алмах, «что я имею от императоров право над жизнью и смертью граждан». «Ты лжешь», — отвечала святая, говоря, что имеешь власть над жизнью. «Тебе следовало сказать, что ты имеешь власть только умертвить, а не даровать жизнь, потому что ты можешь убить, но не можешь оживить». «Принеси жертву богам», — настаивал судья, «и отрекись от Христа, и ты будешь освобождена». Но святая объявила, что она готова умереть за Христа. Тогда мучитель велел отвезти ее домой и там заморить в жарко натопленной бане. Три дня и три ночи морили ее жаром и дымом, но благодать Божия прохлаждала и оживляла ее. Узнав о том, что мученица столько времени остается в накаленной бане живою, Алмах велел ее там же обезглавить мечом. Палац, явившись к ней, три раза ударил ее мечом в шею, но не отсек головы совсем и оставив ее там ушел. Верующие губкою и платом собрали кровь ее. И святая прожила еще три дня, рассуждая совершенно здраво и утверждая окружавшим ее христианам в вере. И, наконец, во время молитвы предала дух свой Богу и была с честью погребена верующими. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok